Самые большие самолеты, от которых захватывает дух. 20 век, влияние которого авиация по-прежнему на себя ощущает, к сожалению или к счастью, стал периодом гигантомании и рекордов. Сегодня многие воздушные суда, предназначенные для перевозки пассажиров и грузов, это широкофюзеляжные, иногда двухпалубные летательные аппараты, во многом являющиеся наследием устаревших концепции развития самолетостроения. Как отмечают эксперты, будущее все-таки за более экономичными узкофюзеляжными типами самолетов, по-прежнему делают погоду в области гражданских перевозок, логистики и выполнения боевых задач. Авайробос А380, широкофюзеляжный двухпалубный четырехдвигательный турбореактивный пассажирский самолет, созданный концерном Airbus S и AES. Ранее Airbus Industry, крупнейший серийный авиалайнер в мире. Наиболее крупный пассажирский самолет по комплексу критериев. Его длина — 73 метра, высота — 24 метра, размах крыльев — 80 метров, вместимость 555-853 человек. Актуальные направления — Ближний и Средний Восток, Америка, Австралия, Европа, Юго-Восточная Азия. Это высокорентабельный самолет, что делает его одним из самых бюджетных в плане перевозок. Правда, низкая себестоимость перелета далеко не всегда отражается на цене билетов. В мае 2007 года Airbus начал предлагать клиентам самолет с меньшим числом пассажирских мест, в настоящее время 525 мест в трех классах, в обмен на увеличенную на 370 километров дальность полета, чтобы лучше соответствовать тенденциям в размещении пассажиров премиум-класса. Дальность полета для модели A380-800 составляет 15400 километров. Boeing 747-8 Intercontinental. Этот лайнер — новинка в сфере трансконтинентального обслуживания, успешно отвоевывающая у конкурентов свой сегмент рынка. Двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный компанией Boeing. Этот анонсированный в 2005 году авиалайнер является новым поколением знаменитой серии Boeing 747 с удлиненным фюзеляжем, перепроектированным крылом и улучшенной экономической эффективностью. 747-8 является самым большим коммерческим самолетом, построенным в США, а также самым длинным пассажирским самолетом в мире, превысившим длину Airbus A340-600 почти на метр. Первый полет состоялся 8 февраля 2010 года. Первым эксплуатантом грузового 747-8 стала авиакомпания Carjolax Airlines, которая получила 13 октября 2011 года первый самолет. Первым коммерческим обладателем пассажирской версии 25 апреля 2012 года стала Люфтганза, первый частный самолет был поставлен в феврале. На декабрь 2018 года было заказано 154 экземпляра в Boeing 747, 8, 36 пассажирских, 107 грузовых и 11 VIP-версий. Аэробас А340-600. Дальнемагистральный четырехмоторный турбореактивный широкофизеляжный пассажирский самолет. Рассчитан на два класса — 419 пассажиров и три класса — 380 пассажиров. Дальность полета — до 14 тысяч километров. Заменит ранней версии Boeing 747, грузовой отсек которого вдвое меньше и 340. Airbus A340-600 являлся самым длинным в мире пассажирским самолетом с длиной фюзеляжа 75,36 метра. При до выпуска удлиненной версии Boeing 747-8, 76 метров 25 сантиметров, под центром фюзеляжа предусмотрена добавочная четырехколесная стойка шасси. Airbus A340-600 разработаны в 1997 и поступили в эксплуатацию в 2002 году. Boeing 777, несмотря на возраст, разработки уже более четверти века, всей образец признается едва ли не самым высокотехнологичным. По потреблению горючего ему нет равных среди судов своей категории. В элементах конструкции применены композитные материалы. Boeing 777 — семейство двух двигательных широкофюзеляжных пассажирских самолетов для авиалиний большой протяженности. Самолет разработан в начале 1990-х, совершил первый полет в 1994 году, в эксплуатации с 1995 года. Самолеты этого типа способны вместить от 305 до 550 пассажиров, в зависимости от конфигурации салонов, имеют дальность полета от 9100 до 17500 километров. На Boeing 777 установлен абсолютный рекорд дальности для пассажирских самолетов — 21601 километров. Boeing 777 — самый крупный в мире двухмоторный турбовентиляторный пассажирский самолет. Его двигатели General Electric G90 — самые крупные и самые мощные в истории авиации турбовентиляторные двигатели. Отличительная особенность — шестиколесные стойки шасси. Boeing 787 Dreamliner — широкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет, разработанный американской компанией Boeing. Максимальное количество пассажиров — в одноклассовой конфигурации — от 250 до 330, в зависимости от варианта, по вместимости и дальности полета 787 сравним с Boeing 767. Boeing утверждает, что Dreamliner более экономичный, чем предыдущие разработки. Boeing 787 стал первым пассажирским самолетом компании, в конструкции которого широко использованы композитные материалы. До 28 января 2005 года 787 разрабатывался под обозначением 7,7. Первый экземпляр был продемонстрирован на заводе в городе Эверетти, штат Вашингтон, 8 июля 2007 года. После ряда отсрочек Boeing 787 впервые поднялся в воздух 15 декабря 2009 года. 26 октября 2011 года лайнер совершил свой первый коммерческий рейс. Ан-225 МРИЯ — самый грузоподъемное воздушное средство на планете, плод украинского КБ Антонов, Ан-225 МРИЯ. Впрочем, проектировалось это детище еще в период развитого социализма, 1984-1988 годы. Разработка Ан-225 была вызвана активизацией советской программы противостояния американским звездным войнам, проект Буран. Машина в состоянии поднять в воздух до 250 тонн полезного груза. Экипаж состоит из 6 человек, а для перевозки людей самолет никогда не использовался. Первый полет был совершен 21 декабря 1988 года. Размеры грузовой кабины, длина — 43 метра, ширина — 6,4 метра, высота — 4,4 метра. Грузовая кабина самолета герметична, что значительно расширяет его транспортные возможности. Над грузовой кабиной на второй палубе, кабина для 6 человек сменного экипажа и 88 человек, сопровождающих груз. Длина самолета — 84 метра, размах крыла — 88,4 метра, высота — 18,2 метра. Супер-самолет «Мрия» существует в единственном экземпляре. Супер-самолет «Миря» 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 существует в единственном экземпляре.